Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях Владимир Куряковский, председатель Союза ветеранов военно-морского флота Чувашской республики. Владимир Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Петрович, в начале нашей беседы хочу поздравить вас с наступающим Днем Защитников Отечества. Большое спасибо! Владимир Петрович, достаточно экзотическое направление нашей республики. Не скажу, что совсем сухопутный, но не очень морской. Это военно-морской флот. У нас есть люди, представители военно-морского флота? Есть, конечно. Их более 20 тысяч у нас в республике. Эти ветераны флота, ветераны морской авиации, ветераны морской пехоты. Во всех районах они организовывают свои организации. Очень сильно организуются у нас в Батревском районе. Сейчас начало подниматься организация в Комсомольском районе, в Яльческом районе. Очень активно они работают. Батревское морское братство, вот они уже два года подряд открывают кадетские классы из первоклассников. Берут сами над ними шество, сами там им преподают все. У них там шикарный памятник. Очень активно они ведут вот эту военно-патриотическую работу. В прошлом году в Комсомольском районе был открыт памятник морякам, ветеранам флота. Тоже планируется в этом году открытие кадетского класса. Сейчас там идет такой рабочий процесс подготовки. Ну, вы понимаете, это все технические моменты, которые решаются на уровне района. В Яльческом районе тоже пошла активная такая работа по привлечению ветеранов флота к военно-патриотической работе. То есть есть такое десантное братство, а есть еще и морское братство, да? Да, морское братство. Батревское район. Так и называется. Морское братство Батревского района. Очень сильные ребята молодцы. Я на них, честное слово, не нарадуюсь. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, откуда у мужчин, мальчишек, юношей, опять же, на берегу, на суше, грусть морская в глазах, тоска по морю? Ну, как сказать. Те, которые хотя бы раз в жизни одели тельняшку, мне кажется, что она к ним переросла. Вот у нас хорошо в Чебоксарах находится кадетская школа, наша подшефная школа, имя героя Советского Союза, Кочетова. В этом году 25 лет со дня создания первого экспериментального нахимовского класса. Вот из этого класса выросла эта школа. Здесь, там, 215 детей. Это и мальчишки, это и девчонки, у которых мечта такая, попасть на море. Но, конечно, не все поступают в военно-морские учебные заведения. Многие поступают в военно-медицинскую академию имя Кирова. Многие выбирают другие направления. Ну, основная цель, то, что мы вот преследуем, это воспитание достойного гражданина нашей страны. То есть, главная цель не чтобы пополнить ряды моряков, а чтобы достойные люди выросли. Достойные люди, да. Любящие своих родителей, любящие свое дело, любящие свою республику, любящие свою родину. Сделать из них просто гражданина своей страны. То есть, через военно-патриотическое воспитание, через военное воспитание какое-то степени? Да, через военное. Ну, там, наверное, дисциплина, ого-го. Дисциплина. Также никто не жалуется, даже девчонки. Им там очень нравится. Мы постоянно, значит, вот в контакте с ними работаем. Постоянно участвуем в их мероприятиях. Проводим для них экскурсии. В последний раз мы их возили в Госдуму на экскурсию. Сейчас опять планируем их повезти. Тех, кто не был, потому что 215 человек, всех не повезешь, конечно. Но для них это было очень интересно. Пообщаться, значит, с Валуевым, пообщаться с нашим депутатом Тихоновым, Русланом Крыльевичем. Вот благодаря ему эти поездки происходят. Мы вот так активно ведем такую работу. Детям ведь практически интересно. Они впитывают все. Тем более наши дети. Они уже после 5-6 класса, вот пока происходит эта перестройка в них, пока не притираются к себе, друг к другу, создается из класса экипаж. Дружные ребята. Ну, кто-то не смог подойти, значит, он потихонечку уходит. Но вот так это очень сплавные экипажи. Классы по-другому экипаж у нас. Экипаж – одна семья. Владимир Петрович, 25 лет со дня появления первого класса. Там, я не знаю, наверное, традиции уже есть какие-то свои. Я знаю, дочь ваша ходит в это, посещает эту школу, учится, да, в кадетской школе. Там, я не знаю, может быть, уже дети тех же кадетов уже ходят. Есть такие традиции? Да, уже появились семейные династии. Первый выпуск уже, и второй, и уже, по-моему, даже пятый привели своих детей для обучения в этой кадетской школе. А их родители военные моряки? Военные моряки. Они уже служили, они уже вернулись сюда, на родину. И вот они своих детей. У нас обучение начинается с пятого класса, приводят своих детей для того, чтобы они поступили в свою родную школу, как они говорят. А сколько, есть статистика, сколько выпускников кадетской школы пошли по военной стезе? По военной стезе пошло порядка около 50% выпускников. То есть они защиты? По военности. Не только военно-морской флот. Ну, кто-то выбрал другие родовое, кто-то выбрал училище тыла, кто-то выбрал училище связи. Но первоначальную подготовку, которую они получили у нас, они с благодарностью вспоминают. Они приходят нам и говорят, спасибо большое. Большое спасибо. То, что вот тому, чего сейчас, к сожалению, в других школах нет, у нас оно есть. Вот как мы говорим о начальной военной подготовке. Ведь во многих школах, это не секрет, начальную военную подготовку преподают женщины. Нонсенс, конечно. И даже вот недавно мы были в одной из школ, практически уже пенсионерку учат детей маршировать. Ну, ребята, это уже совершенно другие вещи. Надо, мне кажется, побольше привлекать офицеров запаса к этому. Ведь у нас очень и очень хорошо развита вот эта военная патриотика. Надо не стесняться их просто приглашать. Они придут, они бесплатно все отдадут, то, что у них накопилось. Они помогут, они расскажут, они поддержат. Ведь у нас в основном коллективы-то в школе женские. Да, у нас в школе был офицер, преподавал начальную военную подготовку. Мы очень любили эти занятия. Это было одно из самых любимых занятий начальной военной подготовки. Побегать в противогазе, разбирать, собирать. Пострелять. Пострелять обязательно, да. Пострелять. Это же очень интересно. Это же детей увлекает очень. А когда они попадают в эти рамки, вот то, что у нас там, у нас там общевойсковая дисциплина, значит, отделение, свод рота. И вот этот порядок, и правила распорядка, и присяга кадета, которую они принимают в пятом классе, налагает на них свои обязанности, которые они с честью и достоинством выполняют. Владимир Петрович, я еще знаю, что у нас есть корабли на военно-морском флоте с нашими географическими названиями. Есть на Балтийском флоте корабль Чебоксары. Да. И у нас есть корабль Ядрин. Может, еще какие-то есть корабли, связанные с Чувашской республикой? Корабли были. На Северном флоте была подводная лодка Чувашский комсомолец. Кстати, рубка этой подводной лодки находится в городе Полярном, где базируется тральчик Ядрин. И мы сейчас работаем над тем вопросом, чтобы присвоить одному из кораблей Северного флота название Республики Чувашия к нашим юбилейным датам. И там, я насколько знаю, служат выходцы из Чувашии. То есть наши солдаты, матросы. Несут не только срочную службу, но и служу по контракту. Им очень нравится. Зарплата сейчас хорошая. Жилье предоставляется. Бесплатные у них садики, школы. И спортивно-оздоровительные учреждения там шикарно сейчас построены. В Североморске особенно были вообще шикарные. Я не с удовольствием. Прямо вот город, можно сказать, вылез. Вообще, ну, чувствуется, что это действительно военно-морской флот. А на Дальнем Востоке есть что-нибудь, связанное с Чебоксаром? На Дальнем Востоке есть. Мы туда планируем поехать в конце марта или в начале апреля. Там у нас бригада морской пехоты, которая уже много лет борется за присвоение ей звания имени нашего земляка Василия Ивановича Чапаева. Я думаю, что мы этот вопрос постараемся решить, чтобы, наконец, бригада морской пехоты получила это звание. Бригада морской пехоты имени Василия Ивановича Чапаева. Ну, Черноморский флот, он... У нас тоже представлен, значит, школа имени Героя Советского Союза АВК отчества, он морской летчик. Это Севастопольская авиационная военно-морская база. С ними у нас тоже заключен договор о совместной деятельности. И мы планируем туда поехать, наверное, летом, на День военно-морского флота. Детей туда послать, вот с представителем, чтобы было интересно, чтобы они посмотрели сам процесс вот этого парада. Спасибо большое, Владимир Петрович, за то, что к нам пришли, за то, что делаете такую важную и нужную работу. Надеюсь, не в последний раз мы с вами встретились. А я напомню, что сегодня у нас, накануне Дня защитника Отечества, был Владимир Куряковский, председатель Союза ветеранов военно-морского флота Чуваши. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok